Ну, как бы, главный Соня в нашей семье. Через полчаса уже будет завтрак в детском саду. Не знаю, возможно, даже будут завтракать дома. Я в курсе, что он спит в синтетическом костюме, невозможно быть идеальной мамой. Все запрещать. Вчера они веселились, смотрели футбольный матч. Я вставлю вам потом отрывки, потому что я тоже кое-что засняла. Это было очень весело. Особенно в конце. Если вы смотрите футбол, то вы уже знаете. Мальчики болели за Польшу. И он так хотел спать в этом. Господи, с ним ничего не произойдет, поверьте мне. А вы не будете той мамой Мегерой, которая только постоянно... Нельзя, положи, делай это, то, другое, третье, пятое, десятое. Няш-няш. Кися. Кися. Знаете, какой кайф для него? Пойди спать в таком костюме болельщика. Футболиста, сори, да? Не, мамы. Кися. Кися. Я сейчас вам все объясню. Начинается футбольный матч. Сегодня играет Польша, как вы можете понять. Мальчики нарядились. Папа даже флаг купил из тебя, я сейчас тоже покажу. Мне такие цветочки. А вот и я, у меня скромный наряд, белая майка и веночек в гавайском стиле. Папа в Лилле всем нам купил наряды. Мальчики, видите, в полном обмундировании. Папа сплакал. Папа, покажи флаг. А в вашем клубе болельщиков что-то наливают женщинам или нет? Да, папа меня не слышит, судя по всему. Ну, понятно. Видишь, что они играют в лучших дней. Исправляем все. Миконич, пацанцы, пальцами, ты что? Миконич, пацанцы, 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 пацанцы. Миконич, пацанцы, 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 п Он не обращает на меня внимания. Играет. Удомить. Все вмещаю приятное с полезным. Типа болею, но делаю себе массаж. Сначала в душе сделала масочку, а теперь вот массаж лица. Чуть позже расскажу, что это такое. Так. Так, у меня здесь инструкция, что я не забыла, что и как. Два ноль. Два ноль. Такая тут массажировалась. Да. Пьешь виски или чай уже? Йогурт? Йогурт. Какой мать такой напиток? Какой мать такой напиток? Недавно мы были в Икеа. Блин, палец. Сыпкнула туда. В стакан. Потому что нам надо было купить чехлы для террасы. Ну, чтобы были сменные какие-то. А вдруг они испортятся через год. А Икеа любит что-то, допустим, ввести в продажу на какое-то время. И потом, как бы, что делать? Покупать новые подушки. И на распродаже отхватила вот такую наволочку. Она довольно большая. У меня уже есть подушка. А, да. 50 на 50 сантиметров. Она стоила буквально копейки. Но это такой орнамент, который мне очень нравится. Но вот эти кружки, это просто кайф. Они мне напоминают мое детство. И мальчишки очень любили другие, которые у нас из Пепко. Они также многим из вас нравились, но они начали ржаветь. И мой муж все никак не разрешает их выбросить. Он уже даже доставал их из мусорки. И поэтому, как только увидела вот эти, они железные. И просто покрыты какой-то амарью. Сразу взяла, потому что мальчишки просто от них фанатеют. Еще мальчики попросили взять им вот этот сироп. Потому что в Икеа давали попробовать воду с сиропом. И вот когда нет какого-то компота, и соки мы в принципе не покупаем. Но иногда детки что-то там просят. И Томак мой пьет такие сиропы. Что тут скрывать? Он вообще любит все сладкое воду. Он крайне редко пьет. И нам вот это понравилось, потому что он кисло-сладкий. Томак, как вчерашний футбольный матч? Ужас. Ужас. Хочу забыть. Забыть, да. Прелести жизни в Кракове. Томак. Это рядом с нашим домом. Нормально? Да. Вот этому мужику говорили, что он привязывал своих коров. Ну, как-то ему все равно. И они так себе бегают тут. Пасутся. А мы тут и нам окно. Они большие. Но это не прямо возле нашего дома. Ну, если чуть пройтись, то я бы побоялась рядом с ним находиться. И надо кричать привет. Привет. И заводчик. Привет. Мы с вами еще не виделись. Я на кухне. И вот реально 5 часов дня я только выключила компьютер. Точнее, загружается ролик, потому что завтра я на съемках. И да, я снимаю не только для своего канала, но и для других ресурсов. Мне еще надо подготовиться. Кучу всего разгладить. Потому что это будет съемка в городе. Я надеюсь, что не будет идти дождь. Потому что прогноз такой не очень хороший. Мне надо сдать проект до вторника или до понедельника. Надо еще посмотреть в договор. О том, чем я занимаюсь помимо YouTube, я, наверное, не буду рассказывать. Но это тоже связано с деятельностью онлайн и так далее. У меня своя компания еще с августа прошлого года. Я ее изначально создавала для того, чтобы как-то легализировать свою деятельность на YouTube. Потому что я плачу налоги. Изначально еще там 5 лет тому назад, когда я завела канал, я сразу не зарабатывала. Наверное, первый заработок я получила через полгода. Ну, это было там 100 долларов или что-то такое. Но с каждой копейки я вот реально всегда плачу налог. Если вам интересно, он составляет 19%. Что я тут делаю? Я сейчас... О работе давайте не будем. У каждого есть какие-то увлечения, у кого-то хобби перерастают в работу. И, ну да, YouTube это такая платформа, которая дает массу возможностей. И в моем случае именно так и произошло. Не темно там, вам все видно. Сегодня мой муж пришел ко мне и сказал, Оль, к нам приезжают гости. Я, угу, и дальше там сидела за компьютером. И около пяти он подошел и говорит, сделаешь салат? Ну, уже 5-10 на часах. Я такая, какой салат вообще, что происходит? Он к нам приезжают гости через час. И все бы хорошо, но я очень люблю своих друзей. Правда. Когда ты понимаешь, что у тебя очень загружен график. И в воскресенье я не снимала, у нас были гости. Я готовила прям обед с польскими котлетами. Это отбивные и салат, и капусту я какую-то там делала, молодой картофель. И я говорю, Томак, что-то как-то гости зачастили. Потому что муж у меня максималист. Он не может посидеть, вот знаете, просто там, чтобы по-скромному. Нет, ему надо чуть ли не с фейерверком. И, ну, конечно, как бы, мне надо морально настроиться. И, понимаете, ты понимаешь, да. Вы понимаете, когда приходят гости, может, многое не надо готовить. Потому что он купил какое-то готовое мясо там. Но все равно расставить тарелки, потом стаканы и все остальное. Муж очень любит принимать гостей. Для него это никогда не была какая-то там проблема. Но он готов приглашать в гости всех, даже тех, с кем он буквально вот только познакомился. И он всех тянет в дом. И для меня это как-то, вот знаете, немножко дико. Ну, то есть я так не привыкла. Если я кого-то пускаю в дом, то это должен быть близким для меня человек. Вот. А у него все по-другому. И вот вы меня спрашиваете, Оля, как жить в гармонии? Вот у вас такая пара и все дела. Не всегда так, девчонки. Мы очень разные на самом деле. У нас разный темперамент, у нас разная активность. В течение дня, в общем, даже спим по-другому. То есть если я сплю спокойно, я могу вообще не переворачиваться всю ночь, то он будет переворачиваться и ногами перебирает, и храпит, и все. Меня не слышно, не видно. И поначалу он даже будил меня. Я спрашивала, Оль, ты вообще жива? Так что никаких секретов у меня нет. Раз лучше, раз хуже. Вот я прочитала ваши комментарии к предыдущему влогу, точнее, к тому, который был во вторник. И вы задавали разные вопросы. Очень много вопросов было именно по поводу отношений. И, ну, я не знаю, не знаю, кто может этому научить, вот этой вот гармонии, какое-то взаимопонимание. Наверное, это все приходит с возрастом. А может, у кого-то с самого начала кто-то так воспитан. Но у меня характер тот и все. Ну, то есть я люблю доказывать. Я не могу, когда кто-то только командует, я подчиняюсь. Нет, я не такая, жду трамвай. Вот, режу огурцы сейчас, помидоры, шпинат. Тома купил. Ну, слава богу, хоть все купил. Еще не хватает лимонов и картофеля. И попросила, чтобы поехала в магазин. Не знаю, забудет или нет. Вот, пишу список, говорю, Тома, купи Топя. Нет, не говорю, пишу список. Тома, купи пятое, там, десятое. Приходит, половины нет. Я забыл. Как можно забыть, если у тебя список перед глазами? Блин, просто привила бы. Ну, можно пойти самой и все купить. Я все это понимаю. И, в принципе, там, знаете, меня немножко удивляет. Сама-сама. Но зачем мне тогда партнер в жизни нужна? Потому что об этом поговорим, да? Если кто-то занят, то кто-то может пойти на шопинг за продуктами. Ну, почему бы и нет? Я за то, чтобы разделять как-то там обязанности. Слушайте, я сейчас вот режу, мне кажется, я отрежу себе палец. Потому что я уже думаю о том, что мне надо будет сделать вечером. Еще с вами разговариваю. И мне, наверное, надо немножко отключиться, выпить кофе. Потому что я останусь без пальца. Увидимся чуть позже. Поснимаю для вас, посмотрим вообще, что там Томак накупил. И интересного приготовил на гриль. Но он, наверное, хочет похвастаться нашим новым двором. Там, показать и папе, и брату, и друзьям. Поэтому на приглашал. Мы как только переехали. Вы себе не представляете, у нас каждый божий день кто-то был. Я уже просто психовала. Так, все. Не рычу на Томака. Он все равно не смотрит мои видео. Я надеюсь. Увидимся чуть позже. Помните, я как-то показывала вам шейкер из iHerb? И мой Томак придумал сегодня попробовать сделать пиноколаду в домашних условиях. Так как шейкера у нас специального нет, буду миксовать здесь. Вообще, это такая большая импровизация. Вы себе даже не представляете. Ну, ладно. Мне нужны две руки. Поехали. Давай. Томак сказал, что вкуснее, чем в Турции. Ну, по красоте уступают. У нас просто съедобная клубника. Не ешь. Я еле нашла там это самое. Более-менее нормальную, непомятную. Клубника. До конца вечера должна остаться. Иду готовить сосиски. Да. Томак, все говорят, что ты просто звезда моих влогов. Вам с Женей надо открывать канал. Женей и Дашей Войс. А что это за подстава? Я не поняла. Ты меня позоришь. Просто. Думаю, уже не снимаешь. Часть. Шеф-повар, что у нас сегодня наберешь? Что было в Лидле? На промахте. Нет. Кевбаса у нас типично польская. С маленькой компании. Семейный. Шашлык. Курица, лук. И бекон. А это интересно. Первый раз я купил это хорватское. С хорватии типа цавапчичи. Типа лулакебаб. Хорошо. Да. А это что еще у нас там? Еще у нас есть, не знаю как по-русски, ши асфини. Каркуки. А этот гриль у нас еще с прошлого дома. Мы просто забрали его оттуда из котельни, из нашей такой подсобной, скажем. И он, ну вот угли сюда засыпаете, видите, и обычный, не газовый. Тома сказал, что он очень рад, что он не купил газовый гриль. Мы сэкономили, я тоже очень рада. Не, мне наконец не газовый. Мне еще деньги на распродажу нужны. Наконец не газовый, но электрический мне понравился. А, ну ладно, другой проект теперь. Приехали друзья, идем встречать. Дубль номер два, потому что все 15 минут, которые я только что наснимала, я провела с помадой на зубах. И даже если я об этом знаю, и все это видят, я уверена, что, я не знаю, человек 200 напишет, что у тебя помада на зубах. Я бы тоже это видела. Ну, короче, это выглядело действительно не очень симпатично, поэтому скажу еще раз. Сегодня утром я красилась и смотрела видео Ани Купер. Привет тебе огромное, если ты меня смотришь. И она рассказывала там о своем опыте знакомств через то ли приложение, то ли сайт знакомств, просто для меня они совсем актуальны. Я даже не знаю, как это функционирует. Называется вот эта штука Tinder. И, вы знаете, Аня сказала, наверное, то, о чем многие из вас думают, и моя мама в этом убеждена, что такие истории просто не случаются. Это вообще нереально, встретить кого-то нормального в сети. Томак, ты слышишь, что я тут говорю? Что одна там из ста пар, наверное, действительно встречается, из этого получается что-то серьезное. И так как на моем канале очень-очень много новых зрителей, и я года три тому назад снимала видео, в котором я рассказывала, где и как мы познакомились с Томашем, и с Томиком мы познакомились в интернете. Мои подружки подговорили меня зарегистрироваться на сайте. Я не могу сказать, что я не пользовалась популярностью у молодых людей. Я просто какое-то время была одна, мне очень хорошо было в таком статусе. Я отдыхала после того, как одни отношения закончились. И, кстати, 10 лет тому назад, летом, мы с Томиком познакомились. Он, кстати, платил на те времена 6 гривен. Можно было смс-кой заплатить за то, чтобы постоянно быть на первой странице. Я думаю, насколько он не будет тут мелькать. Просто надоел, но симпатичный парень. И он был единственным, кому я сама написала. Конечно, там много разных очень интересных и не очень интересных личностей. Кто-то там встречается просто для здоровья, вы понимаете, да? Вот, но даже когда мы первый раз с Томиком встретились, я не воспринимала все это серьезно. И сейчас моя мама даже говорит, что Оля, а все это такая туфта, что никто не знакомится в интернете. И, ну, то есть, серьезно. Серьезные отношения там найти нереально. Так утверждает моя мама. Я всегда так посмеиваюсь, говорю, а как же я? Реальный пример она. Ты не считаешься. Вот, не знаю, возможно, потому что я изначально, к этому подходила как-то так налегке. Знаете, что будет, то будет. И я как-то так, Томок мне написал в реальной жизни сообщение и подписался просто своим именем, а не никнеймом. Я такая, я такого не знаю. И удалила. Если бы он не перезвонил, то мы бы, наверное, не встретились. И да, действительно, наверное, очень сложно познакомиться сейчас в реальной жизни, потому что все очень много работают. И я вот посмотрела видео Ани и вспомнила наш вчерашний разговор с братом Томка, у которого есть девушка, и они тоже познакомились через Тиндер. Потому что у девушки есть ребенок от первого брака, у них не совпадают графики работы. Он музыкант и в основном работает по вечерам, она в офисе днем. И они бы никогда не встретились в реальной жизни. Вот правда, потому что они слишком разные. И вот правда, это какой-то такой бич современного мира, что все мы слишком много работаем. Если бы мне сейчас пришлось с кем-то познакомиться, я даже не знаю, где, в спортзале, это как-то слишком банально. И видно, что ребята, которые там в офисе целый день сидят, потом вечером приходят в спортзал, они прямо высматривают себе кого-то. Я не ношу кольцо, и я всегда веду себя очень скромно. И то ко мне постоянно кто-то подходит, даже если я не накрашена, пришла чисто позаниматься. Именно поэтому я, кстати, не очень люблю ходить в спортзал. И сейчас, когда вот я последний раз была полгода тому назад, меня это лично немножко напрягает. Жду Тома, когда он освободится. Мне надо отправить две необъятные посылки. Сама не могу сдвинуть их с места. Классно, что пока что он не работает. И может помогать мне даже в таких делах. Но он сегодня проходил очередное собеседование. Потому что он не собирается сидеть дома после вот этого отпуска, о котором я также уже рассказывала. И хочу еще вот добавить, как-то во влоге я вспоминала, что мне очень-очень нравился вот этот аромат. Я до сих пор им пользуюсь. Для меня это вообще аромат этого года, этого лета точнее. Он настолько связан у меня со всеми позитивными событиями, с какими-то поездками. Я переливаю его в тревел-версию. Ну, знаете, такой небольшой флакончик. И он везде всегда со мной. Так прямо сразу погружаешься в какие-то приятные эмоции. И еще, девчонки, я уже второй день пользуюсь косметикой Golden Rose, которую я купила и которая ко мне еще приехала и заказывала на мейкапе. И сегодня у меня на бровях их гель. Правда, натурально выглядит? Только гель, больше ничего. Их тональный крем, их помада 106. Она постоянно у меня на губах. Что-то еще, по-моему, больше ничего. А, пудра банановая и рассыпчатая. В общем, я все тестирую. И потом уже будет отдельное видео. Часть средств мне прям очень сильно понравилась. Где-то я прогадала с цветами. В общем, я уже сама не могу дождаться, когда сниму этот обзор. Но хочется все попробовать, поносить, чтобы понимать, как это все выглядит не только при первом нанесении, а также, как они будут вести себя в течение дня и будут выглядеть на лице вечером. На этом буду заканчивать, потому что сегодня у меня физически не самый классный день. И вовсе не потому, что я вчера пила пиноколаду, а те самые прекрасные дни. Завтра мне уже стопроцентно станет гораздо лучше. Всех целую и обнимаю. Я надеюсь, что вам было интересно. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.